Телеканал КРТ представляет Искушение показать что-нибудь забавное и жизнеутверждающее превысило у автора чувство долга перед мировой скорбью. Командир, может я повязку какую-нибудь марливую напялю или что там положено? Но вы обязательно должны меня пропустить. Не имею права. Приказ есть приказ. И потом вы сами должны понимать, это для вашей безопасности. Думайте, у меня есть приятного так вот стоять, мерзнуть. Приказ, да? А что же вы тогда вот этот джип черный пропустили? Значит одним можно, а другим нельзя. Что, их вирус не возьмет? Почему же? Их возьмет. Просто их? На кого сказать? Ну их не жалко. Извините, служба. Ну а тем, кто не настроен шутить, а мыслит конспирологически и верит во всемирный заговор, могу тоже подбросить пищу для размышлений. Вашему вниманию традиционная предновогодняя обложка журнала «Зе экономист», изданного в конце 2018 года с прогнозом на 2019. Видите, в левом нижнем углу зверушку, похожую на броненосца. Это китайский панголин, который на данный момент считается первопричиной коронавируса, COVID-19. И который бодро наступает в сторону шаржированного Витрувио, человека с идеальными пропорциями с точки зрения художников итальянского возрождения. Так о чем же за год до пандемии предупреждали миротшильды, являющиеся главными акционерами издания? А вот в Британии, опустевший от карантина уэльский городок Лан-Дудно, захватили дикие козлы, которые чувствуют себя хозяевами города. Мы хотим предупредить горожан, что козлы могут захватить здание городского совета и проголосовать, например, за продажу городской земли. О чем это я, видать, музыкой навеяло? Впрочем, как известно, нет худа без добра. Хотя здесь скорее на безрыбье и рак рыба. Короче говоря, в связи с тем, что Белоруссия единственная европейская страна, которая не остановила свой чемпионат по футболу, права на трансляцию матчей уже приобрели спортивные каналы из 12 стран. Привыкшие к адреналину прямых эфиров, болельщики всего мира готовы смотреть белорусский чемпионат. Но самым популярным клубом у зарубежной аудитории неожиданно стал провинциальный среднячок – команда «Слуцк» из одноименного городка. У клуба появились фан-клубы в Австралии, Англии, США и других странах. Причем в Австралии учрежден мировой фан-клуб «Слуцк», а американцы написали англоязычный гимн клуба. Дело в том, что для англоязычных болельщиков название клуба созвучно слову «Слуцк» – «шлюхи». При этом все эти фан-клубы состоят из реальных людей, живо обсуждающих в группах игры клуба и даже начавших кампанию по сбору средств на полюбившуюся команду. Впрочем, несмотря на готовность к эпидемии и оптимизм Александра Лукашенко, Белоруссия тоже понесла первую жертву в борьбе с коронавирусом. Умер заслуженный артист республики 75-летний Виктор Дашкевич. С большой вероятностью можно предположить, что на момент выхода в эфир нашей программы количество инфицированных коронавирусом в мире достигнет психологически важной отметки в 1 миллион человек, что, несомненно, будет вызывать дополнительный моральный дискомфорт. Можно ли победить пандемию карантином, залив экономику эмиссионными и кредитными деньгами? Ответ не очевиден, а потому происходящее можно назвать масштабным экспериментом над человечеством и глобальной экономикой. Трудно осудить украинские власти за жесткие карантинные меры. Но необходимо понимать, что эти меры скопированы с богатых стран, которые, тем не менее, уже сомневаются в своей способности смягчить, например, двухмесячный тотальный карантин с фактической приостановкой большей части экономики. Где взять недостающие деньги? Простейший ответ у Международного валютного фонда. Действительно, МВФ выделяет на борьбу с пандемией 1 триллион долларов. Из этой суммы 50 миллиардов достанется странам с низким уровнем развития экономики через механизмы быстрого кредитования. Украина может рассчитывать на 1,5 миллиарда. Более крупные суммы от 6,5 до 8,5 миллиардов, причем 4 миллиарда в ближайшее время, МВФ обещает под принятие закона об открытии рынка земли и так называемого банковского закона, который делает невозможным возврат владельцам национализированных банков их активов даже по решению суда. Земельный закон ожидает своего подписания президентом банковский второго чтения. При этом президент Зеленский лично уговаривал депутатов проголосовать за эти законы, угрожая экономическим крахом без кредитов МВФ. Впрочем, имеется информация, что банковая ведет также переговоры с Пекином о выделении кредита в размере 5 миллиардов долларов на два года. Более серьезно, ситуацию с кредитами МВФ мы обсудим с экономическим экспертом Юрием Атаманюком. Добрый вечер, Юрий. Юрий, первый вопрос. Вот кредиты МВФ, в какой ситуации их выдают? Чтобы просто вот мы понимали, потому что с точки зрения Украины мы с 94-го года, так сказать, или получаем, или просим, или участвуем в программах МВФ. Ну, в начале, прежде всего, надо, чтобы наши зрители понимали, что МВФ – это точно не благотворительная организация, которая, нету такой задачи у нее, вот, как помочь Украине. Это акционерное общество фактически, в котором доли распределены участия от вливания финансовых средств. Самая большая доля и блокирующий пакет под 18% имеют Соединенные Штаты Америки. И дальше все развитые страны Западной Европы – Япония, Саудовская Аравия. То есть вместе, помимо блокирующего проекта, блокирующего пакета, США вместе со своими стратегическими партнерами – Англия, Франция, Германия, Япония, Саудовская Аравия – имеет большинство, поэтому все решения принимают. Да, они дают более дешевые кредиты в районе 4-4,5%, более долгие, но ничего просто так не бывает. Взамен они требуют политическое влияние на те процессы, которые есть. Политическое влияние идет очень простое. Их задача, чтобы американские, европейские компании свободно могли инвестировать и заниматься бизнесом в стране, чтобы мы покупали их готовую продукцию, а были только источником сырья и трудовых ресурсов. Это цинично, четко и правдиво. Поэтому все наши переговоры с МВФ, особенно последний год, вот уже, можно сказать, третий экономический блок у нас, если считать, правительство два, но с учетом, что третий министр финансов, мы говорим о том, что у нас три экономических блока уже поменялось за неполные 10 месяцев. Они ведутся непрофессионально. И этот непрофессионализм, он граничит с какими-то элементами преступности. Потому что есть же злоупотребление, есть халатность. Я думаю, вы скажете мазохизм. Ну, мазохизм, если мы перейдем чуть в философию, то мазоха придумали тоже украинцы, он родом со Львова. Поэтому, видно, у нас эта черта нам присуща, раз мы терпим это, вот такие вот над нами издевательства. Но прежде всего, когда мы ведем переговоры с такими институтами, у нас должна быть альтернатива. Альтернатива в мире есть. То, что мы ее не используем, говорит о том, что вот сейчас, если назвать, например, такой институт финансовый, Asia Investment International Bank, AIIB, это абсолютно китайский международный альтернатива международному валютному фонду, в котором акционеры тоже все развитые страны мира. США очень долго боролась, чтобы эта институция не начала существовать, но даже стратегический партнер Израиль ввел заявку на участие в этой институции, которая по своим функционалу, по своим возможностям полна альтернатива международному валютному фонду. Но мы даже не начинаем с ними переговоры. Возникает вопрос, почему. Это безграмотность, это непрофессионализм, и это вот такое направленное по течению движение. Извините, оставлю опять кипек. В общем, Британия, несмотря на большое неудовольствие Штатов, стала акционером этого азиатского банка. Да, и Британия, и Израиль. Ну, послушайте, если мы говорим о интеграции международных финансов, то мы понимаем, что управляют англо-саксы, да, стратегически Британия и США, и во всех любых ситуациях, в том числе в военных конфликтах, это, ну, неделимая ситуация. И аналогично Израиль, чего стоит только, например, такая фигура, многоуважаемый экономист, я пару раз довелось с ним пообщаться, это Стэнли Фишер, который, с одной стороны, был первый зам председателя Международного валютного фонда, а с другой стороны, после этого, он был главой Центробанка Израиля. То есть, что в руководстве МВФ, кстати, он был в Федеральной резервной системе тоже вторым лицом, что в ФРС, что в Израиле, в банковской системе, они настолько интегрированы, что у них у всех практически топов два паспорта, американский и израильский, они могут работать что там, что там. Но, несмотря на это, почему? Потому что они патриоты своего государства Израиль, и понимают, что да, мы дружим, да, если возникнет внешняя угроза, мы будем вместе, но у нас есть свой бюджет, интересы своего народа, своей страны, поэтому мы рассматриваем альтернативу. Мы же эту альтернативу не рассматриваем, ни что касается других институтов, ни что касается других финансовых источников, инвестиционных, под концессии, под источник такой, как Арабский мир, источник такой, как Юго-Восточная Азия, где на сегодняшний день крупнейший инвестор в мире стала Южная Корея. Почему мы не проводим с ними двусторонние переговоры? И вот это фон, в ходе которого мы приходим к взаимодействию с МВФ, приходим в ситуацию, опять-таки, непрофессиональную. Но вот когда горит, вызываем уже как пожарную команду. Ну тогда мы получаем худшие условия, это же очевидно. Когда вы, у вас уже все пропало, и вы идете в ломбард, и вы отдаете в последнюю фамильную драгоценность, которую нельзя отдавать. В данном случае мы говорим про сакральную ситуацию с землей. И мы сейчас уйдем от политического аспекта, надо было это делать, не надо было делать. Но форма, когда это ночью, когда это с перегибом, когда это в последний момент надо сделать, иначе завтра дефолт, иначе завтра все, это не улучшает нашу позицию на переговорах. Мы не сторона в переговорах. Мы сторона, которой просто говорят ультиматум. Вы делаете вот это, вот это, и тогда мы, может быть, сделаем. А что мы по факту получили? Мы по факту получили якобы обещанные 10 миллиардов, по факту. Из которых 5 миллиардов, это та программа, за которой мы с августа месяца говорим, которую еще унаследовали от старого, нового экономического блока, старого президента. Говорим о 5 миллиардах, которые якобы есть договоренность, что Международный валютный фонд из триллиона, который выделил для помощи всем странам мира в связи с пандемией, что якобы там есть эти 5 миллиардов. И говорим за миллиард Евробанка, говорим за деньги Канады. Вот вместе это все в районе 10 миллиардов. Опять-таки в районе. Опять-таки нету точной цифры. А что, куда пойдут эти деньги? Мы взяли долги, чтобы ответить за предыдущие долги. В итоге только ухудшили баланс ВВП с внешним суверенным долгом страны. И пошли на два политических уступка. Изнасиловали судебную систему свою, потому что, ну как коррелируется закон, например, что в суде нельзя отстоять свои права. Что касается бывших банковских собственников. Ведь очень много, да, есть история по привату, это история привата. Но был же ряд банков, которые просто ради рейдерства закрывали. Смотрите, Юрий, вот как-то начиная подводить итоги, ведь даже если мы получаем 10 миллиардов, мы не всю сумму получим в этом году. Вот смотрите, вот максимум можно представить, что 7 миллиардов мы получим. И то это так с большим, это очень повезет. Смотрите, то, что увеличили дефицит бюджета, сократив доходную часть и увеличив расходную, на 210 миллиардов гривен. Это при курсе 30, а можно ожидать такой курс, это ровно 7 миллиардов долларов. То есть, грубо говоря, то, что получим, это будет до конца года все проедено. Его, так сказать, ни на что не пойдет. Я еще приведу пару цифр. Ну, бюджет, все знают, верстался бюджет этого года с дефицитом 90 миллиардов. Потом, до пандемии ожидали дефицит из-за коррупции и непрофессиональной работы налоговой таможни, ожидали дефицит 200. По состоянию на сегодняшний день, последний прогноз Минфина, еще Уманский успел его сделать, вместе с Институтом экономики, Национальной академии наук, была большая группа специалистов, ожидание дефицита уже 600. То есть, не 7 миллиардов долларов, а 20 миллиардов долларов. Это уже сегодняшние ожидания. Потому что и этот процесс, более того, ведь карантин, он же очень сильно ударит и по теневой экономике. Мы же каким-то образом выживали за счет теневой экономики. Хорошо, это плохо, но она была, и она на каком-то этапе, когда покупает человек машину, квартиру, что-то начинает строить, она перетекает в легальную. А в данном случае остановили все. То есть, если мы говорим, мы же понимаем, что там в Хорике, да, это все рестораны, там, сфера услуг, как правило, были и чаевые, и были там другие зарплаты, да, и все остальное, да. Так этого не будет сейчас. И сейчас это все очень серьезно обострится. Так вот, никакой программы опять нету. Опять назначают нового министра финансов, у него нету программы. Вот он только продекларировал, что мы должны сотрудничать с МВФ. Мы против дефолта. Ну, пусть бы объяснил, почему он против дефолта. Ну, Греция прошла дефолт дважды, в 2012 году, не так давно, 177 миллиардов, реструктуризировала, и Европа помогла. Я не сторонник дефолта, не призываю, но мы должны в профессиональной сфере рассматривать разные вопросы. И дефолт, это должен быть наш козырь перед финансовыми институтами сегодня, для переговора. Говорит, ребят, ну, если вы нам не идете навстречу, так вы инициаторы дефолта. Просто по-другому надо ставить вопрос. И многие страны прошли эту процедуру с реструктуризацией, с оживлением экономики. Многие прошли плохо. Ну, вот, Юрий, я заканчиваю нашу беду, скажу, что, в общем-то, определенную колею в свое время задала Юрия Владимировна Тимошенко в бытность премьером, когда она осенью 2008 года сказала, а зачем нам антикризисная программа, когда у нас есть программа МВФ. Ну, вот с тех пор, ну, тогда это выглядело как неуместная такая шутка женская, хотя она это серьезно говорила. Но с тех пор это стало мейнстримом отечественной экономики. Ну, к сожалению, знаете, мы с коммунистического мира вот так ворвались в капиталистический мир, как в джунгли. У нас не было ни специалистов, ничего, и при всем у кого-то, может, есть большое уважение к Юлии Владимировне, и, может быть, она еще будет долго на политической сцене, но одно дело торговать газом, а другое дело проводить вот такие международную финансовую политику в интересах своей страны. Поэтому, конечно, это утверждение категорически неправильное. Должна быть антикризисная политика, стратегия, секторально, по всем видам производства, шаг за шагом. И на самом деле, у Украины эти возможности есть, и вот такого краха я не вижу, с учетом наших возможностей. На этом наша беседа подошла к концу. Моим собеседником был Юрий Атаманюк, экономический эксперт. Благодарю вас, Юрий. Спасибо, Дмитрий.